здравствуйте да я знаю я давно ничего не укладывал но жизненные обстоятельства переезды и так далее к черту это все и давайте уже приступим к игре учитывая что этот уровень просто потрясающий я уже говорил что люблю эту главу и эту эстетику этого города будущего поэтому да но после полетов на предыдущем уровне сажаемся в этом куполе и продолжаем наш путь по пути взрывает все что взрывается и убивает все что убивается не до тебя сейчас подожди и твоя очередь сейчас настанет по нетерпеливый клир это а это ты всего лишь подберем бонус просто приколов чтобы получить побольше экстра лайф есть чтобы нечего говорить просто такой коридорчик завернутый различными монстрами какого третьего пошива просто мини ганимы какого-то а что какого-то 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 они достаточно долго прут для этой секции но не настолько чтобы раздражать у меня проблемы с попаданием в гранат если честно мы почти дошли а там кто-то прятался там углу можно найти различные бонусы здравия в принципе достаточно я сердце оставлю мне интересно можно ли сюда вернуться после того как мы выйдем вот за эти ворота ну и проведем в бой конечно же отойди отлично да я знаю что там карлсон шелушит своими пропеллерами но пока не до него он особо то и ничего не делает и настало его время так вроде все стихли то есть останемся и ненадолго так отвернуться я не могу ну да ладно не то чтобы сильно надо тем не менее останемся мы здесь ненадолго просто чтобы оценить эстетику и самое главное музыку потому что это очередной шедевр да в этих ящиках прячется вот этот неудачник тем не менее да музыка здесь божественная ну и далее наш первый секрет на этом уровне это вот эта вот мясорубка гигантская серьезной бомбой наверху и мы видим что туда нужно кинуть кролика и так же получилось что здесь очень удобно лежит кроличий трупик который мы разделаем на кроличий фарш чтобы залезть наверх и взять серьезную бомбу да это странно но как бы окей здесь мы возвращаем свои владения пушку вертолет ускором попугая потому что он это заслужил по моему когда вот эти вот шлема собираешь появляются ребята дополнительные или нет я что-то путаю потому что туда броню на волны лизят А что-то такое неудобное Супер Ну вы просто посмотрите на это Ребята вы портите вид Так здесь будет Достаточно продолжительный бой Большой бой Сначала вот эти вот ребята выскочат Потом тут будут клиры и Скорпионы Ну и потом нас достаточно эффектно пустят дальше По уровню С клирами тут Ю-образные движения стоит делать Блин, желательно не застревать в этом кусте Это прошло неудачно Это очень неудачно происходит Ну ладно Сейчас мы справляемся Ю-образные движения делать Не то чтобы получается Граната Граната нас выручают Танки возвращаются Потихоньку А вот скорпионы Когда скелетов избавиться Они возражают Это дурацкий куст Все Танки Да Гранат Нож Гранат Как Эта часть боя уже к концу подходит Что такое? Да ладно, я прям Между ними даже расстояния нету Как там граната пролетела? Так, кстати, вот про Эффектное продолжение Этот чувак явно ненавидит контейнеры И возможно после этого он будет ненавидеть попугаев Ну как бы Ненавидеть ему недолго Так, здесь находится вот такой кран Который можно отпустить С помощью этого рычага Это не секрет Но он дает нам серьезный дэмэдж Поздоров Не то чтобы он здесь сильно полезен Но тем не менее Ну и так же нам возвращает плазму Наконец-то И обычная Ну, для этой игры Камикадзе Что тоже мило Так, от быка надо избавиться Простите от носорога Я их по привычке быками зову Но не знаете почему Это бывает, когда резко снайперку выхватываешь и пытаешься включить прицел А вместо этого граната Выкидываясь, потому что прицел у граната Там на одну и ту же кнопку Играет армия особо нечего говорить просто наслаждайтесь экшеном наверное, я так полагаю этим в том числе и прекрасен бои в стиле классического сериоза так, видите этот кран? это уже секрет он уже активировался, если вы слышали по странному стечению обстоятельств так, теперь наверное, я возьму сериоз, дамаж просто что будет, он не пропадал еще добру пропадает зато смогут задавить следующую волну ну и в процессе мы еще раз сможем насладиться эстетикой и музыкой, потому что о боже мой, они крутые просто вот сколько любви и труда в это вложено все в принципе, во всю эту игру невообразимо ну и вот что я говорил про задавить следующую волну мы буквально спаун килем любви и труда Я люблю местную плазму, она настолько мощная и импакт от нее чувствуется, звук вот этого все. Играр снаружи. О, крупняшка появилась. Так, что они сделают-то со всеми. Так, что они меня достаточно сильно назад кинули. Может быть стоило серьезный дэмэдж сохранить для этого момента. Но, тем не менее, мы справились. Ребятам, попугаи зашлем. Просто для смеху. Бум. А, жив остался. Чем бы тебя. А, я знаю, чем тебе. Я не думаю, что мы когда-то вообще использовали эту штуку, но... Вот, пожалуйста. По крайней мере, я не помню, что я ее использовал. Потому что это, мягко говоря, необязательное оружие. В отличие от наших любимых попугайчиков. Пугайчиков. Где вертолет? Да что так. Где еще одна летучка? Так, мы приехали. Выпустите меня. Выпустите меня, пожалуйста. Спасибо. Забыл про волшебное слово, да? А, вот еще вертолет. Еще должны быть... Несколько. Ау. Но они уже кружатся, поэтому... Да нет, проблемы не возникло. Попугаи за ними следуют какое-то время, а потом... Забивают и летят просто куда-нибудь. Так, ну вроде все. Давайте похулиганим немножко. Я-то почему-то раньше любил так делать. Забивайте эти машинки. Я не знаю почему. Что ты будешь делать? Мне почему-то это веселило всегда. Красивый уровень. Убожаю его. Но, к сожалению, он заканчивается. Я не буду повторяться. Нет, буду. Уровень шикарен. Я его очень люблю. Люблю местную музыку и стилистику эту. А следующие уровни, к слову, резко поменяют ее. Вот. Не то чтобы совсем сильно стилистику поменяют, но они будут выглядеть по-другому. И вот следующие три уровня, они будут проходить на арене. Я не знаю, кто как к ним относится. Мне плевать. Уровни эти клевые и выносят разнообразие какое-то. Вот. Ну, увидите. Надеюсь, скоро. Вот. И да. Спасибо большое за просмотр. И всего доброго.